Здравствуйте! В эфире информационная программа «Вести Магнитогорск» в студии Пётр Хатенов. И сейчас коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Магнитогорская милиция разыскивает мужчину, убившего 10-летнего подростка. У оперативников есть фоторобот подозреваемого. Купальный сезон в Магнитогорске до сих пор официально не закрыт. Число жертв водной стихии неуклонно растёт. Скандал в бывшем теплично-садовом хозяйстве. Сегодня были опечатаны производственные и складские помещения консервного цеха. Магнитогорская милиция разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика, труп которого был обнаружен в ночь с четверга на пятницу в реке Урал. Дальше продолжаем прямо. Купальный сезон в Магнитогорске до сих пор официально не закрыт. Причиной тому стала нахлынувшая сентябрьская жара. А между тем число жертв водной стихии неуклонно растёт. Сегодня работники консервного цеха бывшего теплично-садового хозяйства не смогли приступить к работе. Двери основного производства вспомогательных и складских помещений, а также офиса оказались... Ещё раз. Сегодня работники бывшего теплично-садового хозяйства не смогли приступить к работе. Двери основного производства вспомогательных и складских помещениях консервного цеха оказались опечатаны. С 1 сентября воспитанники школы-интерната «Семья» начали обучение в общей... Муха села у меня здесь, на пиджак. С 1 сентября воспитанники школы-интерната «Семья» начали обучение в общеобразовательных школах города. Новая система вызвала отрицательную реакцию у многих воспитателей интерната. Каковы причины их протеста в репортаже Алексея Шишкина? Подходит к завершению работы коммунальных служб города по подготовке хозяйства к эксплуатации в зимних условиях. Сегодня Международный день солидарности журналистов. Как правило, он не отмечается широкой общественностью, но в Магнитогорске, где число средств массовой информации на душу населения чуть ли не больше, чем в столичных городах, этот праздник актуален. Новости спорта в программе «Баскетбол». Завтра в Магнитогорске стартует пятый традиционный турнир по баскетболу памяти Константина Матвичука. Накануне регулярного чемпионата России, кроме металлург-университета, на берега Урала приедут команды из Ижевска, Новокуйбышевска и Самары. Об этом сегодня... Еще раз. Новости спорта «Баскетбол». Завтра в Магнитогорске стартует пятый традиционный турнир по баскетболу памяти Константина Матвичука. Накануне регулярного чемпионата России, кроме металлург-университета, на берега Урала приедут команды из Ижевска, Новокуйбышевска и Самары. Об этом на пресс-конференции сообщили руководители Магнитогорского баскетбольного клуба. Вы смотрели информационную программу «Вести Магнитогорск». Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. Так, на две камеры же, да, пишем? Вы смотрели информационную программу «Вести Магнитогорск». Впереди вас ждет прогноз погоды. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Прогноз погоды на 9 сентября. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 18, плюс 20.